Приветствую вас, и для начала я бы хотел задать вам вопрос. Как вы думаете, почему коллега ваша ведет себя именно так? Ну, именно вот таким образом. Почему она ведет себя именно так вызывающе? Почему она пытается, там, выяснить всех, да, почему она ведет себя вот так, почему она пытается привнести себя над другими людьми, да, вот. Просто подумайте, для чего она это делает? Зачем ей это? А это ей нужно для того, чтобы получить определенную выгоду. Определенная выгода ей нужна. Вот. Какая именно выгода? Какая именно выгода? Мы, конечно, не знаем. То есть, мы не можем знать, какая конкретно выгода у этой женщины в, ну, в ее поведении, да, вот. Но, мы знаем, что эта выгода однозначно есть. И если эта выгода однозначно есть, так, может быть, в первую очередь стоит обратить внимание на то, чтобы она больше не получала выгоды какую-либо от того, что она делает. Понимаете? И здесь мы, конечно, приходим к понятию амортизация. Понятие амортизации, понятие пришло к нам из психологии общения. И амортизация подразумевает под собой, как бы, соглашение с человеком по поводу его позиции, по поводу его действий, по поводу его поступков. То есть, разрешить порочный круг вы можете только если будете соглашаться с ней, поддерживать ее. Если все внезапно, абсолютно все внезапно начнут ее поддерживать, то есть перестанут с ней спорить, перестанут ей что-то доказывать, перестанут пытаться противодействовать, противостоять ей. Вот. Только в этом случае, только в этом случае человек перестанет получать для себя ту выгоду, которую он сейчас на данный момент получает. На данный момент человек получает выгоду, что за счет сопротивления чувствует себя более значимым. Когда все будут с ней соглашаться, когда все будут говорить, да, ты такая красивая, да, ты такая, ты такая умная, все, все, все. Человек потеряет смысл того, что он делает. Потому что человеку нужно не это. Человеку не интересно близость, человеку не интересно сопрудничество, человеку не интересно, когда у всех, грубо говоря, все хорошо. Человеку важно, чтобы было хорошо, у нее только все, и все, и все. А у других, чтобы, ну, были, по возможности, проблем, проблемы какие-то, да. Вот. И все, по сути, по сути дела. Поэтому первый шаг, это именно амортизация. Амортизационное поведение, это первый шаг. К тому, чтобы выйти, значит, за пределы, так сказать, ее круга, который она сама создала. Это первое. Второе. Почему она себя так ведет, какие ее мотивы. Мотивы здесь довольно классические. Это дефицит. Это дефицит. Дефицит внимания, дефицит значимости, дефицит реализованности, дефицит собственного благополучия. И четко про встроенный сценарий получения определенных плюсов. То есть, человек точно знает, что нужно делать для того, чтобы компенсировать себе какие-то вот неутовлетворенности, недостатки, какие-то проблемы и так далее. То есть, вместо того, чтобы обратить внимание на саму себя и подумать, почему я это делаю, зачем я это делаю, да, что мной движет. Вместо этого человек действует по пути переноса, да, то есть, я не буду анализировать себя, я не буду анализировать, что происходит со мной. Вместо этого я буду лучше обесценивать других людей, да, и тем самым, обесценивая других людей, я буду чувствовать себя лучше, я буду чувствовать себя как бы выше, я буду чувствовать себя качественнее и так далее. Но при этом человек не понимаешь такого простого достаточно факта, что он зависим от других людей. То есть, они, эти самые другие люди, определяют его, они дают ему то, что нужно, ну, они дают то, что человек хочет, да, благодаря им он получает то, что нужно. И это мотивирует его снова и снова действовать так, как он действует. Снова и снова мотивирует его получать порции, так сказать, ну, порции позитивного какого-то подкрепления, да, которое человеку нужно. Вот. Как правило, как правило, это глубоко несчастный внутри человек, как правило. вот, как правило, это глубоко несчастный внутри человек, у которого есть серьезные проблемы, проблемы, вот, в жизни. Как правило, как правило, это такой человек. Так. Вот. И, значит, добивается она, добивается она компенсации, компенсации за свои неудачи. То есть, вместо того, вместо того, чтобы, опять же, обратить внимание на себя, она вместо этого обращает внимание на других. И связано это с тем, что сам человек себе запрещает чувствовать, запрещает думать, запрещает анализировать. То есть, в человеке практически нет взрослого, нет аналитического мышления. Точнее, оно имеется только, когда человек работает, ну и, в общем-то, тоже далеко не всегда, да, оно проявляется там. Вот. Отсюда же и доносы на коллег, то есть, попытка таким образом, значит, компенсировать свои неудачи в работе, например. Или свою неудачность в работе. Но начальник, любой начальник, если он грамотный, он держит так много человека всегда на расстоянии, потому что понимает, что доверять ему нельзя. Вот. А почему нельзя доверять человеку? Потому что он не способен на близость. Он не способен на полноценный контакт с человеком, да, он способен только на отношения по типу... ... 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 В другом взаимодействии, в другом взаимодействии человек не знает, к сожалению, к сожалению, да, вот. И именно поэтому он никому не доверяет, ей никому не доверяют. Опять же классическая история, когда человек боится близости. Ну а вам, вам здесь, конечно, в первую очередь надо бы подумать о том, по какой причине вас задевает вот то, как ведет себя этот человек. Вот. Потому что, как ни крути, да, проблема того, что вас задевает, да, лично вас, все-таки ваша. То есть, человек задевает вас, значит, вы в себе, там, значит, сомневаетесь, ну, где-то в чем-то вы сомневаетесь в себе, где-то в чем-то у вас есть какие-то трудности, возможно, то есть, как-то вас, вот, задевает то, что происходит. И это, конечно, очень серьезно, потому что, по сути, вы чем-то похожи на эту коллегу, вот. Потому что метод того, чтобы анализировать то, что происходит с вами, вы обращаете внимание на коллегу. Вот. Ведь, я надеюсь, вы понимаете, что чувствуя вы себя уверенно, чувствуя вы себя хорошо, чувствуя вы себя стабильно, вас бы она, скорее всего, не задевала. Вот. Вы пишите, одна из коллег причиняет нашему рабочему коллективу массу неудобств. Понимаете, нашему рабочему коллективу это не лично вам, лично вам, как коллега причиняет неудобств. Она постоянно ведет себя вызывающе, постоянно всех критикует, выставляет всех в дурном скрете, и не принесает умственные способности. Опять же, как это все задевает лично вас. Дальше. Все это происходит в форме подшучивания. Понимаете, вот. Люди, которые подшучивают, да, ну вот в подобном ключе, в подобном, подобной манере люди, которые подшучивают. Они подшучивают только над теми, кто не умеет смеяться над собой. Как это, может быть, неприятно, не звучало бы для вас. То есть, эти люди, которые подшучивают подобным образом, они никогда не стали бы шутить над теми, кто умеет над собой смеяться. Понимаете? Потому что неинтересно подшучивать над теми, что с тобой смеется. А если и интересно, да, если все-таки это весело, для, для, вот, таких людей, то делают они, а не это совсем по-другому. Не так, как делают ваши коллеги. Поэтому здесь вопрос к вам. Вызывающий и критикующий ведет себя эта коллега. Хорошо. Но, как воспринимают ее другие коллеги? То есть, задевает ли это их? Если да, то как это задевает, чем задевает и так далее. Как это задевает, опять же, лично вас. Это тоже очень важный момент. Потому что вы про себя, что интересно, лично не говорите ничего. Далее. Следует отметить также и то, что в любом коллективе существует свой руководитель. Я, наверное, был бы не брав, если бы, если бы не сказал о том, что руководитель ответственен за то, что происходит в его коллективе. Существует два типа руководителей. Руководитель первого типа, как правило, ориентирован на успех. То есть, это руководитель, которому, в принципе, все равно, какие взаимоотношения между коллегами. Ему самое главное, чтобы был успех, ему самое главное, чтобы был результат. Это, в принципе, единственное, что его волнует. Больше ничего. Второй тип руководителей. Второй тип руководителей. Связан с тем, что они ориентированы на, гораздо-таки, взаимоотношения между, ну, между коллегами. Вот. Родоты их волнуют. И вот здесь очень важно понять, какой руководитель у вас. И ориентироваться на то, все-таки, ради чего вы здесь. На то, зачем вы здесь, на то, что вы делаете. Я имею ввиду, на работе. Вот. Понимаете? И обратиться, обратиться к руководителю, да? Именно с такой позицией, что вот есть человек, который мешает достижению результата. Есть вот человек, который не позволяет добиться успеха, не позволяет достичь какого-то, значит, какой-то цели и так далее. Либо, если это руководитель, который, значит, ну, ориентирован на личные отношения, сказать ему, что это сорвется на что-то другое. Вы правы. Абсолютно бесполезно жаловаться на данного человека. Абсолютно бесполезно. Потому что, как бы, если он есть, да, если он есть, значит, он интересен, интересен. Вот. Этот человек. А если он интересен, если он нужен, то вы там ничего не сделаете. Но если вы будете акцентировать внимание именно на ключевом аспекте деятельности, который вы занимаетесь, ситуация может измениться. И параллельно с этим, если вы проанализируете, что конкретно вас задевает. И здесь уместно затронуть тему трансфера. Так сказать, трансферности в отношениях между другими людьми. Трансфер – это, по сути, перенос. То есть, когда человек переносит, значит, на кого-то определённые свои негативные, травмирующие переживания, которые у него могли когда-то быть. Вот. То есть, такой человек, он испытывает те же чувства, что и тогда, в тот период. Трансфер, ну, травмирующий для него. И поэтому любое, абсолютно любое напоминание такому человеку об этом эпизоде, значит, возвращает его туда. Над кем из нас не смеялись в школе? Над кем из нас не, там, издевались, не принижали нас? Над кем? Таких людей нет. Практически. Таких людей практически нет. И вы это знаете. Знает это и коллега, которая активно всех принижает. И именно поэтому она доставляет массу неудобств. Потому что она возвращает большинство людей в то время в детское состояние. Вот. Ибо, мешай она работе реально, её бы скорее всего давно бы уже уволили. А так, получается, что её не уволняет, значит, она реального вреда не наносит. Ну, вот так, по крайней мере, мне показалось, исходя из того, что вы написали. Дальше, вы пишете, значит, несколько человек её поддерживают. Ну, опять же, которые нуждаются в причастности к чему-то большему. Да? Заискивают перед ней. При этом она доносит начальству о своих коллегах и по какой-то причине пользуется покровительством начальника. Потому что она полезна начальнику. Она полезна начальнику, но проблема заключается в том, что если начальник глуп, глуп, именно глуп, то он ей покровительствует искренне. И однажды она даст и его. Что же? И если начальник умён, то он покровительствует ей, пока она помогает ему делать то, что, ну, вот, то, что нужно делать, то есть она помогает ему, там, вероятно, выполнять работу лучше, с которой начальник сам справится, видимо, ну, видимо, не в силах, да? Вот. И она ему нужна. Может быть, даже у них с ним такой договор, у неё с ним такой договор, что она поддерживает это, вот, состояние такого напряжения в коллективе, и таким образом приноскиваются, все слабые, так сказать, звенья, вот, никто не расслабляется, все в тонусе, и все работают, опять же, по мнению, по мнению начальника, хорошо, хорошо. Хотя, в действительности, конечно, это не так, но это уже, это уже детали, это уже детали, абсолютно, да? Вот. То есть, я надеюсь, я надеюсь, надеюсь, что данный момент вы для себя поймёте, вы поймёте тот факт, что всё это сговоры с начальником, всё это нужно начальнику, начальник тоже имеет какую-то выгоду от этого. Конечно, вы не знаете, не знаете какую выгоду, и не можете, и не можете знать, но он, он её, скорее всего, имеет. Дальше. Так, по сути, обесценивается своих коллег и их работу. Ну, надо сказать, что обесценить она ничего не может, потому что это может сделать только тот, кто делает. То есть, если другой человек, кто-то делает, склонен обесценивать свою работу, то, соответственно, скорее всего, и её обесценят другие. То есть, если вы действительно находитесь в треугольнике Кармена, где есть коллеги, которых нужно спасать, где есть вы, которые являются спасителями, где есть эта самая женщина, которая выступает тираном. Вот. Тут, я полагаю, что, значит, треугольник Кармена, он в самом, так сказать, ярком проявлении своём. Дальше. Мы с другим коллегой честно выступаем в качестве защитника, пытаемся её успокоить, чтобы она знала своё место и не лезла, куда её не бросить. Знаете, как? Вот нет ничего хуже альянсов против кого-то. То есть, у неё альянс, значит, с несколькими людьми, да, коллегами, которые её поддерживают. У вас такой, своего рода, контр, контр-альянс, который тоже выступает как бы, ну, как противовес ей. Всё это, всё это, ага, ну, на самом деле, лишь конфликт только подогревал. Вот. То есть, ещё раз, никаких альянсов, никаких альянсов выстраивать не нужно. Человек, само себя любое противодействие, любое противодействие, означает лишь то для неё, что она права. Она права в том, как тебя ведёт. Ну, и альянс, если не способствует, ещё раз повторю, принципу амортизации, о котором я говорил. Да, то есть, та выгода, которая есть у человека изначально, она, получается, достигается в полном объёме. Вот. И, по факту, по факту, человеку нет смысла прекращать делать то, что он делает там, потому что он лишает тебя и развлечения таким образом, и выгоды таким образом, и вообще, вполне возможно даже какого-то плюса со стороны начальства. Вот. Ну, как я думаю. Я, конечно, не знаю, может быть, я ошибаюсь, вот, но я почему-то думаю, что не обошлось. Не обошлось. Не обошлось. Ам, здесь, без, без этого. А, дальше. Интересно, интересно, что вы пытаетесь её успокоить. То есть, как интересно, вы её успокаиваете, и в то же время вы говорите, чтобы она не лезла в своё место. Такой её успокаивает или подавляется. А это не даёт стабильного положительного результата, только больше ещё и обозляет. Правильно. Зато себя она постоянно хватит. Какая-то хорошая и красивая женщина, какая она заботливая мать, как у неё в жизни всё прекрасно, и как она счастлива. Ну, это вот, значит, такой, знаете, агрессивный вид нарциссизма, я бы сказал, да, когда человек пытается привыносить себя, обесценивая других. Хотя, если хочешь послушать о человеке, то послушай, что он говорит о других. Вот то, что она говорит о других, той она и является, по сути. Вот, а мы считаем. Есть же мысли в голову пришли, ну, касаемо, например, вот, допустим, ну, касаемо определённых людей. Вот. Ей же такие мысли пришли в голову, в голову, да? Не вам, а ей. Значит, у этого, у этого есть свои основания. Что именно ей пришли в голову такие мысли, а не вам. И так что вы, конечно, правы, говоря о том, что она на самом деле не такая, какой хочет себе представить, да? Но в то же время вам не следует скатываться в какое-то уж, знаете, такое откровенное обесценивание её. Потому что в противном случае вы мало чем будете отличаться от неё. А я не думаю, что это то, чего вы хотите. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Надеюсь, что что-то полезное для себя вы из него извлекли. Вот. Если у вас остались вопросы, я буду рад вам помочь. Пишите в личку, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.